Такс, ребята, всем привет! Мы на канале Батя в деле, меня зовут Руслан. И сегодняшняя тема ролика это у нас мангострахование. Как одно из преимуществ для тех, кто сотрудничает с Яндекс.Такси и выполняет кучу заказов, ну и как бы их рейтинг там не ниже золота, допустим. Преимущество подразумевает, что, ну как привилегия подразумевает, что мы будем бесплатно получать мангострахование. Я не нашел в интернете какую-то информацию, там хорошую или плохую, для того, чтобы понять, насколько это все дело нам поможет или нет. Я решил на себе это все дело протестить. Месяца два назад я сделал эту подписку. До сих пор у меня не было ни одного больничного, я не заболел, и мне, собственно, рассказать было бы нечего. Поэтому вот недавно я нашел одного из наших коллег, у которого куча информации, и от себя он сможет рассказать. У него там есть и хорошее, и плохое, и то есть целый путь он проделал с этим мангострахованием, ему есть что рассказать. От себя могу сказать, что после первой подписки, как только я ее оформил в течение двух недель, как прямому партнеру, мне должны были компенсировать средства там в размере 1100 рублей обратно на баланс, ну и, собственно, на карту. Через две недели этого не произошло. Через неделю еще, то есть получая через три недели, я им начал писать, типа, ребята, ну а что за дела? Операторы Яндекса стали переключать на мангострахование. Мангострахование говорит, мы здесь ни при чем, обращайтесь в Яндекс. Ну и, собственно, только через четыре недели, получается, через все разбирательства мне компенсировали эти средства. Это пока у меня был такой не очень опыт этой некой подписки и этой привилегии. Но посмотрим, что будет дальше. Сейчас мы послушаем нашего коллегу, и из этого всего сделаем свои выводы. Привет, Руслан, привет всем. Привет. Расскажи о своем опыте с мангострахованием. О мангостраховании что могу рассказать? Страховаться я начал с начала этого года. В феврале произошел у меня случай, получил я незначительную травму, но, тем не менее, пробыл на больничном восемь дней. После чего, значит, я собрал все документы, отправил их через приложение в мангострахование. Мангострахование рассматривало десять дней. После чего, как бы, дали мне ответ, что мы вам выплатим со второго дня болезни, это, значит, за семь дней по две тысячи рублей. Это 14 тысяч рублей. И, значит, за травму мы вам выплатить не сможем, так как больничный был меньше 12 дней. Все, я с этим ознакомился. Мне прислали справку на выплату. Я себе ознакомился, подписал, отправил. И, значит, в течение 15 минут мне пришли деньги на карту. По первому случаю, в принципе, проблем нет. Как-то это вот так вот все кратко закончилось. Но вот по второму случаю уже были сложности, которые заняли очень много времени. Значит, так можно назвать некомпетентность или намеренное оттягивание сроков с коллегами этого мангострахования, операторами. Через приложение, значит, я заболел, значит, ковидом. Как бы, стал закрывать больничный, выздоровел, все, решил сдать опять документы мангострахования. Сдал я документы 18 февраля. И 10 рабочих дней выходило на субботу, 5 число. В этом году, 5 марта, был рабочим днем, так как перенесли его, этот выходной, на понедельник, на 7 марта. Ну, я подождал, 1 марта решил напомнить о себе, написал, значит, мангострахования. Последовал ответ, что вернемся к вам в понедельник, 7 числа, с ответом. Я посчитал по календарю, это получается уже 12 дней рассмотрения. Пишу им обратно в приложение, я говорю, это будет 12 рабочих дней уже, так как субботу, 5 марта, все работают, вся Россия, а понедельник, наоборот, отдыхают. То есть они, как бы, на мой взгляд, уже намеренно стали оттягивать сроки. Получается, если бы я им написал в понедельник выходной, они бы мне уже ответили, что вернемся к вам в рабочие дни. Значит, последовал ответ, что да, действительно, мы ошиблись в расчетах, что рабочий день это суббота, выходной, понедельник. Но нам нужен теперь электронный лист, электронный больничный лист с ФСС. И в справке-выписке у вас указано, что у вас два диагноза, ОРВИ и КОВИД. Что я хочу по поводу этого сказать? Что КОВИД не ставится без диагноза ОРВИ и без результата ПЦР-теста. Как бы, получается, что они уже как-то менее компетентны в этом вопросе по заболеваниям. Потому что, как бы, ОРВИ, потом ПЦР-тест, потом ставится КОВИД. И следом они пишут, что в этой справке, значит, неразборчиво написаны диагнозы. Хотя они уже разобрали, что диагноз ОРВИ и КОВИД до этого все видно. В общем, мне показалось, что они просто решили оттягивать время таким образом. Я открыл правила мангострахования. Где нет конкретики, в каком виде предоставить больничный лист. Листные трудоспособности, в электронном виде, в бумажном. Этого пояснения там точного нет. Обратился к ним, поясните мне, пожалуйста, в каком пункте это указано. Значит, они мне отвечают, что с Нового года это все упразднили. И в итоге я задаю им вопрос, как так, почему я об этом не в курсе. В приложении у меня правила одни, вы сейчас мне в одностороннем порядке отвечаете. Просто отписывайтесь. Вот так вот. По-другому никак. Вот, это первый момент. Второй момент. Справку в выписке, они пишут, что она для них нечитаема. Хотя до этого они пишут, что у вас два диагноза, ОРВИ и КОВИД. И нужно по каждому случаю больничный и по каждому случаю выписку. Справка. Эта справка дается участковым терапевтам, который закрывает больничный. И сложность стала в этом, что наша медицина, наши работники государственных медучреждений. Я пришел, обратился, я говорю, так и так, вот страховая компания просит, чтобы справку переписали, чтобы был разборчивый почерк. Вот. Они мне, я, значит, простоял в очереди, потому что была вспышка ковида, люди были с температурой. И чтобы получить просто там подставить, получить справку или поставить просто печать, люди не пропускали просто-напросто. Я около пяти часов, значит, отсидел в очереди, зашел к терапевту, она меня отправила к медсестре. Медсестра на меня там своими квадратными глазами смотрит, я же вам написал, я говорю, ну, мне страховая отказала, потому что там как бы неразборчиво почерком. Я с этой справкой за ними ходил три дня в поликлинику, то одно, то другое, то врач поменял свое мнение, нужно, значит, дописать вот это, вот это. В итоге я добился того, что договорился с врачом, что я напечатаю с ее слов, с ее вот справки, что она там накалякала, напечатаю на компьютере, перенесу ей, и она это все подпишет, там напечатанный текст на компьютере. Все, так и произошло. Через три дня в итоге я получил эту справку, прикрепил ее в приложение Манго Страхования, отправил, что Манго Страхования только ответил мне на следующий день, что приняли мой документ, и все, и вернемся там 22-го числа. Ну, после этого, как бы, что вкратце, это заняло время, рабочее, потому что что пойти в поликлинику, что написать в приложении, потому что все обращения идут через приложение, дозвониться до них невозможно. То есть, это за рулем этого не сделаешь, нужно постоянно с ним переписываться, ждать от них ответа, заходить в приложение, проверять, был ответ или не был. Опять же, столкнулся с нашим государственным учреждением, ходил туда несколько дней, потом мне сделали, значит, в последний же день в 8 вечера эту справку, и на следующий день я только ждал, сдал ее в Манго Страхования через приложение, и еще один день они мне дали ответ, и в итоге пошло 10 дней рассмотрения. Ну, здесь, да, все, 10 дней рассмотрения прошло, мне прислали справку на выплату, я с ней ознакомился, подписал. Как отправил эту справку, деньги пришли сразу, ну, там, 15-30 минут. Что я могу от себя сказать? Значит, было у меня два случая, два больничных, они последовали один за другим, в общем, значит, мне выплатили 42 тысячи рублей, приятно, когда это были там выходные, работа была плохо, в этот момент я проболел, и выплатили такую сумму, как бы этим доволен. Просто хочу сделать акцент на том, что с какими сложностями вы можете столкнуться, мы можем столкнуться, то, что в данном случае, вот во втором случае, меня больше всего, как бы задело, что я им конкретно отсылаю пункт правил Манго Страхования, на что мне они отвечают. А у нас с Нового Года упразднились там правила, и все, давай, делай, как мы хотим, и прям конкретно написали, мы не начнем рассмотрение, пока не получим, что мы хотим. К тому же, оплата полиса возвращается, если поддерживать уровень золота, платина, как бы полис этот для меня бесплатный. Ну, тем не менее, какая-то подстраховка в нашей сфере, потому что никто от этого не застрахован, можно в любой момент заболеть. И даже выплачивать за травму, жизнь застрахована на 2 миллиона, там есть таблица, которая в процентном соотношении, значит, за каждые травмы рассчитывается, и плюс больничный 2000 день. Но очень важный момент, что страховка начинает работать с 8 дня после ее оформления, и она не работает на заказах Яндекс.Такси, доставки, все такое. В принципе, вот такая вот история. Так, ну, собственно, все. Мы послушали то, что нам рассказал наш коллега. Можете делать выводы сами. В принципе, я также пока эту подписку оставлю, при том, что я плотно работаю по Яндексу, сейчас мне это не создает никаких проблем. Ну и когда у меня, возможно, уже будет какая-то из выплат, какой-то страховой случай, я также в вкладке «Сообщество» сообщу об этом и расскажу отдельно свой еще короткий опыт. Ладно, всем спасибо за просмотр, всем удачи, давайте, пока-пока.